Малыш Малыш. Примерно таково имя этого привлекательного автомобиля. Трехдверный Сузуки Витара внешне действительно выглядит маленьким. Но скрыта в нем какая-то изюминка, благодаря которой машина становится симпатичной. Так и хочется назвать его идеальным средством передвижения для молодежи или карманным дамским джипиком. Сузуки Витара внешне очень приятный автомобильчик. Начав выпускаться в 88-м году, а едем на машине 95-го года, он не сильно претерпел изменения. Витара явилась пробным камнем фирмы Сузуки. Простой, не сильно навороченный автомобиль должен был завоевать свою нишу на рынке, что он с успехом и сделал. Люди привыкли к этому недорогому джипу. И сегодня Витара вышла ультрамодным тиражом, укропнилась и получила приставку Грант. А вот теперь о главных преимуществах. Сам Сузуки Витара машина небольшая, что очень приятно для города. Едешь, не занимаешь много места на дороге, а маневренность у него просто великолепная. Простота и удобство – вот главный девиз этой машины. Хороший доступ в салон, где даже у задних пассажиров достаточно места. Дверца багажника открывается вбок легко и просто. А складываемые задние сиденья значительно увеличивают грузовой отсек. Широко расположенные педали удобны для управления. Но есть маленькое замечание – руль не регулируется по высоте. Сразу оговоримся – в более дорогом варианте есть все. Сейчас мы потихонечку въезжаем в традиционную для нашего города пробку на улице Грязнова. Пересечения улицы Грязнова и проспекта Ленина. И нам напомнили о том, что машина, он снедорожник, причем включен полный привод. И при этом в городе он ест всего 10 литров на 100 км в час. Удивительно, не правда ли? Для того, чтобы у вас не сложилось неправильное мнение о предназначении этого автомобиля, скажем, что «Витара» далеко не городской джип. Солидный клиренс, включаемый передний мост, толстые 15-дюймовые колеса, пониженные передачи, рамный кузов и короткая база делают из него боевого внедорожника. Для сомневающихся, пожалуйста, штурм пересеченной местности с криком «Бонзай!». Прошу прощения за некоторую дрожь кадра, все-таки двигаясь по пересеченной местности. И тут Сузуки показывает себя настоящим внедорожником. Хотя машина-то, в общем-то, небольшая, а данная модификация вообще считается пляжным вариантом. Ну, интересно, какие же пляжи там у него? В Японии особенные. Где, по-моему, бездорожья днем со днем не найдешь. Продолжение следует... Буквально секунд 6-8 и уже 60 км в час. Но по гололеду, конечно, разгоняться не стоит. Хотя АБС нету, но тормоза работают великолепно. Вообще непонимательно, почему наши конструкторы забывают такую хорошую вещь, как гидроусилитель руля. Это вещь особо необходима для джипов. Когда прыгаешь с кочки на кочку, попробуй удержать автомобиль на дороге. Немного отдышавшись, признаемся, машина просто очаровала. Гармоничное сочетание простоты, мощности и удобства. Вот главные слагаемые привлекательности Витары. Кстати, о мощности. Движок объемом всего в 1,6 литра с инжектором общего впрыска выдает 90 лошадиных сил. И с уверенностью рекомендуем. Попробуйте сами прокатиться. Понравится точно. По субъективным ощущениям, машина не отличается по мягкости от нашей Волги. То есть УАЗик и Нива тут рядышком не стоят. Все-таки заботятся японские производители о комфорте пассажиров. И водители, разумеется. Подведем итог. Сузуки Витара это крайне приятный и внешний, и внутренний автомобиль. Оставляющий незабываемые впечатления комфорта и уверенности. А невысокая в особенности для джипов цена и распространенность запасных частей делают его достойным конкурентом отечественных вездеходов. Эту машину можно рекомендовать как молодым людям, так и женщинам. А для них особенно будет приятно то, что большинство машин этой марки комплектуется коробкой автомат. Не надо думать о скоростях. А для любителей седанов Гитара пригодится в качестве второго автомобиля для приятных загородных поездок как зимой, так и летом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok